Девчонки, сейчас мир так устроен, что мужики в основном хотят вас поюзать. Ну почему? Потому что он богатый, классный, успешный чувак, у которого много денег и, соответственно, большой поток женщин. И они адреналиновые наркоманы, то есть они хотят тебя поюзать и выкинуть, всё. И он будет тебе рассказывать на свидании, что он очень крутой, что у него куча бабок, понтоваться тачкой и так далее. Это всё для того, чтобы просто ты понимала, что тебе просто конкретно привалило счастье такое. И боялась его как-то расстроить. И делала всё, что он хочет. Поехала к нему домой, отдалась ему. И если ты действуешь как-то не так, то он, соответственно, морозится немножко. И типа, вот ты плохая девочка, взяла и, значит, накосячила, и поэтому ай-яй-яй. Соответственно, твоя задача – остановить это всё на корню. Как только начинает понтоваться и говорить, что он там крутой чувак, у которого куча бабок там, да. Твоя задача – это полностью остановить сразу. И сказать, слушай, я тебе честно скажу, я серьёзная девочка для серьёзных отношений. Я не девочка, которую ты просто поразвлекаешься и всё. Скажи, пожалуйста, на что ты готов для меня? Вот прямо сейчас. Я тебе чуть-чуть нравлюсь, ты мне тоже чуть-чуть нравишься. На что ты готов ради меня? И он начнёт думать, что ты хочешь его развести на что-то, как все бабы. А ты, значит, говоришь, вот ты готов ради меня бросить пить, например. То есть над мужиками нужно издеваться, ставить их раком. Чем богаче мужик, тем он тупее. Ну вот смотрели там «12 друзей Оушена», да. Там чувак живёт по расписанию, рутинной жизнью, по секундной расписанному графику. Ну он абсолютно отупел. Чем богаче, если он там миллионер, он уже отупел. Если он миллиардер, он совсем тупой. И с этими совсем тупыми людьми нужно действовать именно так. То есть на что ты готов ради меня? Нет, всё эти бабки, Лу Виттона мне неинтересны. Вообще бренды не произноси никогда. Говори, мне всё это неинтересно, то, что тёлкам интересно. Мне интересно, готов ли ты ради меня, например, перестать трахать проституток. Готов ли ты ради меня, например, перестать есть мясо? Готов ли ты ради меня бросить пить? Ну, мужик, конечно же, скажет тебе, да, я готов. Я готов бросить пить, я сейчас брошу пить. И потом, когда он не бросит пить, ты расстраиваешься, говоришь, как же так, ты не готов ради меня бросить пить? Ах ты гад, ты меня так расстроил. Вот. И он побежит в Лу Виттон сразу же, или там в Гуччи, там какой-нибудь, сразу тебе, значит, доставлять удовольствие. Потому что он очень сильно накосячил, ты вызвала в нём чувство вины. Мужчин нужно ставить раком. Поставив его раком, ты внушаешь ему реально уважение по отношению к тебе. Только женщин, которые ставят их раком, они уважают. Сразу это заявило, то есть сразу показало, что ты та самая тёлка, которая возьмёт его, поимеет конкретно. Поставит его раком, потом отхерачивает половину его состояния. Вот только таких тёлок они уважают, и на таких тёлок они спускают своё последнее бабло. Вот. Имей это в виду. То есть нужно издевательски относиться к мужчинам, издеваться над ними. И то, на что ты их разводишь, это нечто издевательское. Даже если ты пьёшь и куришь, ты говоришь, я не пью, не курю. Я очень строгого воспитания, и секс у нас с тобой будет только после свадьбы. Вот и всё. И если ты ещё не нагулялся, ну, я готов с тобой просто поддерживать отношения, общаться, дружить. У меня очень много мужчин, с которыми я просто дружу. Я дружу с ними. Общаюсь, и все знают мою репутацию. Никто не может меня уличить в том, что я там с кем-то занимаюсь непристойностями и так далее. Не, я нормально отношусь, я современно. У меня есть друзья в разных направленности, наклонности и так далее. Но я тебе скажу, что я серьёзная девушка. Когда ты созреешь, когда ты перестанешь быть мальчиком, научишься брать ответственность на себя, тогда приходи ко мне. До этого можно с тобой просто дружить и всё. Вот так ты конкретно взрываешь ему мозг. Таких ты формируешь образ женщины, которых не существует сейчас на данный момент. Услышишь, что секс после свадьбы – это вообще нереальное что-то, да? А ты ему это говоришь, ты ему это отдаёшь. Образ мечты. Ты говоришь, слушай, вот, понимаешь, с обычными женщинами ты можешь получить вот здесь и сейчас то, что ты хочешь, а со мной ты можешь получить то, что ни от кого не получишь. У меня генетика абсолютно чистая. У меня был только один мужчина. И это был серьёзный мужчина. Из-за того, что он был инфантильным, из-за этого у нас ничего не вышло. И мы расстались, да? Теперь я не готова к таким отношениям. Следующий мой мужчина, я ему рожу ребёнка. И я готова тратить своё время не на поиски, там, своего мужчины всю жизнь, да? Я говорю, у меня есть там проект по благотворительности, там, меня интересуют реально собачечки, их судьба. Вот, и поэтому я хочу ребёнка, хочу мужчину и хочу в личной жизни быть успешным. Понимаешь, когда ты будешь готов на то же самое, мы с тобой прекрасно сойдёмся, но до этого момента я не готова. Вот, если ты хочешь со мной продолжений каких-то, то у нас ещё минимум пять свиданий. Я хочу познакомиться с твоими родителями, там. Я хочу увидеть какой ты в бизнесе, в спорте. Мне это нужно присмотреться к тебе, это ж серьёзно. Вот, он очень сильно заинтересуется, очень сильно. Все твои мужчины – мои клиенты. И уже 20 лет я консультирую их по соблазнению тебя и отношениям с тобой. И они рассказывают мне то, что никогда не расскажут тебе. На основании этих откровений я написал книгу «Охотный самца», которая помогла начать долгие отношения миллионам женщин. 4 марта в Дубае состоится мой авторский тренинг «Система построения долгих отношений с богатым мужчиной». Длительность тренинга – два уикенда с домашними заданиями между уикендами. На тренинге я научу тебя таким стратегиям, против которых у мужчины нет ни иммунитета, ни шансов. И узнать эти стратегии ты не сможешь ни от кого больше, так как они весьма оригинальны и дают быстрый результат. Мы разберём и отработаем все интересующие тебя этапы системы. От поиска мужчины, знакомство с мужчиной, влюбление мужчины, построение отношений с ним, удержание мужчины, слива конкуренток, воспитание мужчины, похода в ЗАГС, удержание его после заключения брака, бракоразводный процесс, поддержание отношений с бывшими мужчинами. Я расскажу тебе причины, по которым мужчина боится жениться на тебе и простые эффективные способы быстро его женить. На тренинге у тебя выстроится система в голове и ты отработаешь под моим личным контролем приёмы и методики, которые будешь готова применять на своём мужчине и получить результат, о котором ты сейчас мечтаешь. А лучшие из группы получат возможность моего индивидуального наставничества. Записывайся по ссылке в описании к этому видео и до встречи в Дубае!